Израиль. Страна между тремя морями. Земля обетованная. За этот стратегически важный уголок суши сражались могущественные державы древности, а также арабы и крестоносцы, турки и британцы. Но даже для рассеянных по всему свету евреев этот уголок мира всегда был родиной – Эрец Израиль, землей, обещанной Богом. Глава двенадцатая И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли Твоей, от родства Твоего, и из дома Отца Твоего в землю, которую Я укажу Тебе. И я произведу от Тебя великий народ, и благословлю Тебя, и возвеличу имя Твое, и будешь Ты в благословении. Я благословлю благословляющих Тебя, и злословящих Тебя прокляну, и благословятся в Тебе все племена земные». И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был семидесяти пяти лет, когда вышел из Харана. И взял Авраам с собою Сару, жену свою, Бота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую. И пришли в землю Ханаанскую, и прошел Авраам по земле сей до места Сихема, до Дубравы-море. В этой земле тогда жили Хананей. И явился Господь Аврааму, и сказал, «Потомству Твоему отдам я землю сию». И создал он там жертвенник Господу, который явился ему. Оттуда двинулся он горе на восток от Вифиля, и поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а Гай на восток. И создал там жертвенник Господу, и призвал имя Господа. И поднялся Авраам, и продолжал идти к югу. Субтитры создавал DimaTorzok